Ежегодно в Наринмаре проводится конкурс на лучшее оформление к Новому году. На протяжении месяца праздничное настроение для жителей региона создавали предприниматели. Костюмированные сотрудники в обличии Деда Мороза, разнообразие елок от искусственных до живых, встречали нас в магазинах и не только. О том, кто выиграл в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Это у нас самодельные игрушки, всё у нас в основном самодельное, то есть ручная роспись. Необычная ёлка, расписные витрины, фонарики, снежинки – всё своими руками. Новогодний стиль лавки с воздушными шарами Сергей Горелов придумал сам, чтобы погрузить покупателей в сказку. Снегурочка у нас не из сказки и не из фильма, это у нас реальный человек, так как я занимаюсь детскими праздниками, так как я детский аниматор, я сам исполняю роль Деда Мороза. Ну и, соответственно, не стал надевать костюм, просто элементы добавил от себя. А Снегурочка у нас – это сотрудница, которая со мной ходит на детские праздники, это вот она и есть. То есть, если посмотреть фотографии, у неё серебристый костюм, белые волосы – это вот она исполнена только в игрушечном стиле. Ещё в прошлом году администрация города собрала заявки от предпринимателей на конкурс лучшего новогоднего оформления. Традиционно он проходил в два этапа. Первый включал в себя проверку заявок на предмет допуска к конкурсу. Условия следующие. Предприниматель должен осуществлять деятельность на территории города, относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства и не иметь задолженности по выплатам налогов. Второй этап – это выезд комиссии на объект. 90% этого он руками сделал. Конкурсная комиссия состоит из шести человек. Каждый выставляет оценки по нескольким критериям, таким как наличие снежных скульптур, оформление прилегающей территории, авторская идея и многое другое. Слышал о том, что такой конкурс проводится от друзей, от знакомых, кто вообще занимается предпринимательской деятельностью. Они участвовали и сказали о том, что комиссия рассматривает заявки, они смотрят помещение как украшенное и объективно, судя по тем украшениям и по тем помещениям, которые были представлены, они делают для себя выводы и, соответственно, награждают участников денежными призами. Я решил о том, что мне надо тоже попробовать, потому что я занимаюсь непосредственно детскими праздниками и я думаю, что у меня есть все шансы выиграть первое место. Предприниматель Светлана Бородкина еще только два месяца в бизнесе, но уже активно участвует в конкурсах. Ее идея необычного места расположения елки, а также инсталляция растаявшей снегурочки впечатлила конкурсную комиссию. Я очень молодой предприниматель, только начинающий. Это мой первый конкурс. Я также услышала от коллег, знакомых, которые участвовали в прошлом году и победили в этом конкурсе, что очень интересно участвовать в нем. Задумка была воплощена, очень было интересно сделать именно вот елку, повесить на потолок. Всем нравится, жителям нашего города считают очень креативно, очень интересно. Для участия в конкурсе необходимо было до 21 декабря предоставить в мэрию пакет документов. Затем предприниматели переходили к выполнению всех заданий. Предприниматели должны украсить прилегающую территорию на предмет наличия ели, наличия каких-то фигур, наличия светового решения. Также оценка будет производиться самого помещения. Помещение будет оцениваться в части наличия ценников новогодних в меню, прескурантов. Также наличие образа сотрудников новогоднего и, конечно же, самого помещения новогоднего. Ну и, конечно, будет даваться оценка в целом по какой-то тематике или образу. После осмотра территорий каждого участника конкурсная комиссия подвела итоги. Первое место заняла Светлана Бородкина, второе присудили Сергею Горелову и третье место взяла Анна Носова. Победители наградят сувенирные продукции благодарственными письмами и грантам в форме субсидий в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.